Сформированы списки получателей, которым на счета перечислят по 5 тысяч рублей в беззаявительном порядке. Это деньги, которые в 2018 направят примерно 100 тысячам человек. Тем, кто родился в Югре с 1 января 1993 до конца 2017 и сейчас проживает в регионе. Выплаты, напомним, стали компенсацией за ликвидированный фонд поколений. В 2000-х, когда создавалось ведомство, предполагалось, что оно будет осуществлять именные выплаты югорчанам, родившимся после миллениума и достигшим совершеннолетия. Однако через 16 лет механизм фонда поколений признали нежизнеспособным и упразднили его. Как отметила губернатор Наталья Комарова, оставить людей вообще без всего власть не могла. Как мне было тяжело, пока я не нашла решения по поводу фонда поколений. Нужен ответ на этот вопрос. Он не будет идеальным, он не понравится всем. Но он должен быть, это твоя ответственность, ты будешь за него отвечать. Ты должна дать ответ на этот вопрос. Ну вот, дали ответ и на этот вопрос, тот, который дали. Полагаю, надеюсь, что он может быть один из самых эффективных и справедливых, которые можно было бы найти на него. Тем, кому не нужно писать заявление на получение единовременной выплаты, поскольку эти югорчане состоят на учете в Департаменте социального развития региона, а это примерно 100 тысяч человек, деньги придут на лицевые счета до 31 марта 2018-го. Остальным, это еще 400 тысяч югорчан, нужно написать заявление. Это можно будет сделать с 1 января 2018-го на портале Госуслуг. Документы будут принимать до ноября 2018-го года. Выплачивать 5000 рублей будут в течение 10 дней после подачи заявления. В чем и суть-то, вот именно в заявительном характере через портал Госуслуг, человек здесь не живет, но он здесь зарегистрирован, здесь родился, может он служится в редакторе Советской Армии, или учится, как у нас вся молодежь сейчас за пределами автономного округа, и он имеет право подать через портал Госуслуг на эту выплату и получить ее.